Ведущая датская газета «Политики» на днях опубликовала развернутую статью под названием «Судьба Сирии в руках Москвы». Автора известного журналиста-критика трудно обвинить в пророссийской позиции, при этом он утверждает, что с начала операции наших ВКС инициатива в регионе перешла к России. Кроме того, газета делает громкий вывод. Свободная сирийская армия, которую американская пропаганда выставляла в качестве представителей умеренной демократической оппозиции правительству Азада, это фикция. По данным политики, на дна она состоит из людей, которые рассылают факсы, сидя в турецких отелях. На поле же боя обычные боевики, без центрального подчинения. Настоящей демократической и светской оппозиции тоже не существует. Издание отмечает, что единственным эффективным партнером США были курды, но Вашингтон от них отвернулся, чтобы удовлетворить Анкару.